Евангелие от Матфея, 25 глава И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов Своих и поручил им свое имение. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро Господина Своего. По долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, — Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, — Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Подошел так же и получивший два таланта и сказал, — Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, — Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал, — Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, — Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице, и пришли к Тебе? И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так, как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? И тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так, как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.